Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Помидорки наши растут, растут, стремятся вниз. У многих из них мы уже обрезали верхушки для того, чтобы дать питание вот таким вот наливающимся кистям томатов, от которых мы ждем хорошего урожая. Однако же болезни и вредители тоже, так сказать, охочат до нашего урожая и часто портят нам жизнь. Сегодня мы поговорим с вами об одной болезни томата, которая очень сильно связана с вредителями. Имя этой болезни – столбур. Столбур очень широко распространен в южных регионах выращивания томата. Однако с потеплением климата он приходит и к нам в более умеренную зону. Ну, вот здесь, в этой теплице, у меня столбура, к счастью, нет. Однако многие наши зрители из Брестской и Гомельской области говорят о том, что столбур уже к ним пришел. Что же это за заболевание? Опасность этого заболевания состоит в том, что оно вызывается не бактериями и не грибами, оно вызывается плазмоидами, которые сродни, ну, например, тем плазмоидам, которые вызывают малярию, например, такие специфические фитоплазмы. Переносятся эти фитоплазмы вместе с вредителями, в первую очередь с цикадками. Также эту фитоплазму могут переносить тли, трипсы, белокрылки и другие сосущие насекомые. Поэтому борьба с этими насекомыми является самым главным фактором профилактики столбура. Необходимо обрабатывать не только растения в теплице против насекомых, но также и за пределами теплицы, включая дикорастущие растения, которые являются также привлекательными для этих насекомых и на которых они разводятся. Поэтому борьба с насекомыми очень-очень важна. Однако же, если столбур появился, что же делать? Как быть? Проблема в том, что фунгициды, как я уже сказал, поскольку это не грибы, на это заболевание не действуют. Не действуют также и большинство средств защиты от бактериозов. К сожалению, нечувствительны эти фитоплазмы также и к биологическим препаратам, и на основе сенной палочки, и на основе триходермы. Вот такие вот отвратительные эти плазмоиды. Однако же, они чувствительны к некоторым антибиотическим препаратам. Антибиотические препараты, как правило, не применяются в растениеводстве. Связано это с тем, что бактериальные возбудители достаточно быстро приобретают устойчивость к антибиотикам, и они становятся неэффективными. Однако же, это не касается именно плазмодиев вот этих. А очень сейчас начинают часто говорить о том, что всё-таки в сельском хозяйстве, уничтожив грибы, уничтожив с большего бактерий, найдя варианты борьбы с вирусами, создав, например, томаты, устойчивые к вирусным инфекциям, святое место пусто не бывает. Сейчас как раз время, когда столбур наступает, потому что для него освобождена площадка растений, освобождены от различных его конкурентов. Поэтому речь идёт о том, что без антибиотиков, по-моему, нам не обойтись. И действительно, на рынке возникают препараты, доступные даже для населения, в основе которых находятся антибиотические вещества. Из группы стрептомицина, например, из группы эритромицидом, макролидные препараты. Они уже есть на рынке, они уже продаются. Однако же, они не всегда доступны и не всегда по карману. В том случае, если столбур наступает, и площади для обработки являются значительными. Вот одним из препаратов, который абсолютно всем доступен и продаётся в аптеках без рецептов, при этом это антибиотик, таким препаратом является доксициклин. Это один из наименее токсичных для человека и окружающей среды антибиотических препаратов, тетрациклиновой группы. И вот эти плазмоиды, они очень чувствительны, которые фитоплазмы, которые вызывают столбур, очень чувствительны к этому препарату. Но надо помнить, что с антибиотиками надо быть очень осторожным. Дело в том, что некоторые антибиотики воздействуют на бактерии и одновременно у растений воздействуют на хлоропласты. Ведь хлоропласты, которые отвечают за фитосинтез внутри растительной клетки, в своё время эволюционно произошли от бактерий. И механизмы, на которые действуют антибиотики, и в хлоропластах, и у бактерий, могут быть одни и те же. Поэтому любые антибиотики я применять вам категорически не советую, потому что можно добиться очень высокого фитотоксичного эффекта. Итак, если столбур к вам пришёл, или если вы каждый год сталкиваетесь с этим заболеванием и хотите провести профилактику. Конечно, я вообще не сторонник, я с тяжёлым сердцем рассказываю об этом способе, но просто проблема настолько велика, что, вероятно, без этого способа обойтись уже просто невозможно. Что же делать, если у вас должна быть профилактика столбура? Лучше всего бороться с насекомыми-переносчиками. Но однократно в период массового лёта вот этих самых насекомых возьмите одну капсулу доксициклина 100 мг, растворите в 10 литрах воды и очень тщательно сделайте дождевание ваших растений. То есть возьмите лейку и пролейте прям сверху вниз, так, чтобы на одно растение попало примерно литр-полтора вот такого вот раствора. По листьям и немножко впиталось в землю. Что же делать, если признаки столбура уже появились? Если растение полностью повреждено, а признаками столбура являются искривлённые деформированные плоды, очень крупные бутоны, вздутые такие, которые часто не расцветают, а если расцветают, то формируются уродливые цветки. Такое искажение, искривление стебля, деревенение, одеревенение стебля, одеревенение плодов. Плоды становятся невкусными, волокнистыми, белёсыми внутри, деревянистыми и так далее. Вот это основные признаки столбура. И вот если вы уже столкнулись с этим, то, конечно, вам надо распространение вот этой заразы каким-то образом предотвратить. Поэтому берите 3 капсулы по 100 мг доксициклина, растворяйте в 10 литрах воды, он хорошо растворяется, и тщательно проливайте ваше растение. Для усиления эффекта возьмите пол чайной ложечки, до чайной ложечки, не более, такого препарата, как димексид, добавьте туда же и также сделайте дождевание ваших растений. Примерно литр-полтора на вот такое вот достаточно крупное растение томата. Если у вас растения ещё маленькие, в половину, значит, в половину уменьшите дозу. То есть примерно так. Если у вас 70-80 м растений, в этом случае литр-полтора. А дальше делите дробно эту дозу в зависимости от высоты ваших растений. Что ж, я очень надеюсь, что столбур к вам не придёт, что профилактика этого заболевания с помощью борьбы с насекомыми переносчиками будет успешной. Но если всё-таки он к вам пришёл, травите эту заразу, однократно применяйте этот способ с тем, чтобы убить этих фитоплазм и не вызвать вот такой устойчивости бактериальных возбудителей, в частности, да, чтобы потом вспышки у вас не были какие-то в теплице. Ну и кто его знает. Вообще эта фитоплазма достаточно плохо изучена, хотя у плазмодиев устойчивость к антибиотикам возникает не так быстро, как у бактерий, но кто его знает. Для того, чтобы не рисковать, используйте этот способ однократно. Если у нас будут новые сведения, новые данные по этой болезни и по этому способу борьбы, мы обязательно с вами поделимся. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте наши выпуски. Будьте здоровы и пусть ваши растения будут здоровыми. Оставайтесь с нами. Всего хорошего!